РОСГОСТА Внимание! Говорит и показывает Росгострах в нашем эфире великий футбольный комментатор Вадим Синявский. А наверху трибуны штуки. Вадим Синявский поднимается на трибуну. Проход к его комментаторской будке охраняет милиционер. Обзреватель Вадим Синявский. Сейчас начнется матч, а с ним и радиорепортаж. 90 минут напряженной игры. А счет ничейный. Он еще в 1929 году первым вел на всесоюзном радио уроки утренней гимнастики. Он в войну передавал радиорепортажи из Ленинграда, Севастополя, Сталинграда. Но главная миссия – Синявский голос послевоенного советского футбольного ума. Он сильно отдает своему правому краю. Защитника, проходите еще дальше. Без меня все понятно. Фантастический эффект присутствия. Миллионы людей не видят матча. Они болеют только слыша комментатора. Синявский – несравненный популяризатор футбола. Он сделал его всенародным. Внимание! Наш микрофон на московском стадионе. Вадим Святославович Синявский – самый артистичный великий футбольный комментатор. Молодец, вы не можете поупать. Но это уже не слышно. Росгострах. 95 лет вместе со страной. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире канала «Наш футбол». Обзор первого тура «Росгострах» чемпионата России по футболу. Вот так выглядело расписание этого самого первого тура. Основные претенденты на чемпионство, как многим казалось перед началом этого сезона, и как, конечно, до сих пор открывали этот тур. «Зенит» играл с «Локомотивом», ну а «ЦСКА» в гостях против махачкалинского «Анжи». Ну давайте пойдем по порядку. И сначала игра в Санкт-Петербурге. «Локомотив» вообще здесь очень удачно выступил в прошлом сезоне. Команды сыграли в ничью 1-1, и тот матч лишил «Зенит» шансов на чемпионство. Но вряд ли можно говорить о том, что какой-то зуб остался у «Зенита» на «Локомотив». «Локомотив» здесь гораздо важнее было удачно стартовать, что одним, кстати, что другим. Потому что и в одной команде очень много перемен. В частности, в «Зените» и тренер другой, и игроки уходят, и новые футболисты скоро будут появляться. И совсем никаких перемен в «Локомотиве». Именно в смысле формирования команды. Весь клуб в ожидании возможной смены руководства. И после этого уже можно будет говорить о каких-то возможных приобретениях. Пока же их в «Локомотиве» нет. Ну и давайте к составам обратимся. У «Зенита» в воротах «Лодыгин», в обороне «Гора» и «Кришета» смольников «Нету». Юсупов, Шатов, Маурисио и Хави Гарсия играли в полузащите. И Александр Кокорин был единственным нападающим. Вот его момент на 14-й минуте игры, когда после хорошей фланговой атаки получил он возможность для удара. Есть у «Зенита» проблемы сейчас с комплектованием атакующей линии, скажем так. Потому что Дзюба получил травму в матче с ЦСКА. Есть у него там проблемы с «Кореном». И в этом матче он играть не мог. И, соответственно, Кокорин был практически безальтернативным вариантом на острие атаки. У него игра не очень получалась, наверное, большую часть матча. Хотя и движения было довольно много с его стороны. Конечно, рисунок игры был, в общем-то, достаточно понять. Я не сказал, Киржаков, конечно, еще в стартовом составе играл. Прошу прощения, это как раз очень важный момент для Петербурга. Собственно, возвращение Александра Киржакова и сразу в стартовый состав. Локомотив очень четко держал оборону. Моментов у «Зенита» было совсем немного. Один из них мы с вами увидели после фланговой атаки, когда Шатов бил по воротам. У локомотива «Гильерре» был в воротах. Черлук и Денисов, Шишкин, Печинович – защитники. Самедов, Миранчук, Игнатьев, Ндинга, Тарасов – это середина поля. И Петр Шкулитич на острие атаки. Вот таков был состав железнодорожников. Ну и после игры, в общем-то, в локомотиве не скрывали удовлетворение от результата. Ничья на выезде против фаворита, против одного из главных претендентов на чемпионство. В общем, конечно, результат хороший. Дмитрию Тарасову порвали футболку, но скоро она была заменена, и он вернулся на поле. «Зенит» пока, наверное, в тот футбол, который, хочет Мир Челуческу, не сыграл ни в одном из двух матчей этого сезона. Ни с ЦСКА на суперклубах, ни с локомотивом в чемпионате. Но это процесс, надо полагать, временный. Жулиан и Мак, которые совсем скоро уже получат рабочие визы и присоединятся к полноценным не только тренировкам, но и играм за «Зенит», наверняка должны будут добавить тех качеств, которые ждет Мир Челуческа для того, чтобы выстраивать тот атакующий футбол, который от него ждут. Но и без этого у «Зенита» были моменты. Вот удар Александра Кокорина после передачи Юрия Жиркова. Наверное, тот и сам мог бы пробиться, но под неудобной правой ногой находился мяч. В концовке «Зенит» пытался надавить. И, в общем, это, можно сказать, даже получалось. Временами очередная атака, когда «Шатов» забрасывает мяч в штрафную. И здесь Вицель, вышедший на замену, пытаясь дотянуться до мяча, перебросил его не только через вратаря, но и через ворота. В общем, нельзя сказать, что у «Зенита» были какие-то, ну, совсем уж железнобетонные шансы для того, чтобы забить. То есть подходы были, голевые моменты были, но где-то «Шатов» не попал головой, где-то здорово сыграл Гильермия. Ну, а здесь не подстроился под мяч Игорь Смольников. И тоже, в общем-то, момент из потенциально опасного в голевой не превратился. Это уже самая концовка встречи. «Зенит» сидит на чужих воротах, пытается «Кришета» забросить мяч в штрафную. Теперь вот «Шатов» идет в обыгрыш, мяч «Кришета» подхватывает и снова будет подача в штрафную. Здесь не удается попасть по мячу сразу нескольким игрокам «Зенита». В итоге «Локомотив» выбивает мяч из своей штрафной. И этот эпизод ничем не заканчивается, а мяч заканчивается в ничью 0-0. После такой игры можно ли назвать такую ничью положительным для вас результатом? Я думаю, что да. Все-таки 0-0 с «Зенитом». Я думаю, что здесь очень тяжело будет команду играть. И ребята молодцы. Видно было, что тяжело еще в сезон. Входят после сборов, нагрузки. Это все-таки первая официальная игра была. Так что притязей вообще никому нет. Если немножко пофантазировать, из тех 12 футболистов, которые покинули «Локомотив», кого сейчас не хватало более всего? Я еще раз повторю, что я всеми доволен, кто сегодня играл. И кто на замене сидел, они вышли. Так что, что было уже, это история. Мы отправляемся в следующий матч в город Каспийск. Здесь играл чемпион ЦСКА против Анжи. Акенфей в воротах Игнашевич, Василий Березовский, Щенников, Фернандес в обороне у ЦСКА. Вермлум, Головин, Тошич, Еременко, Ионов – это средняя зона. И Тра-Оре на острие атаки. Вот таком в состав был команда Леонида Слуцкого. Павел Врба, главный тренер Махачкалинцев. Белинова отправил в ворота. Жиров и Лазич в центре обороны. Тегиев, Гаджибеков на флангах. Гасанов, Мкартычан, Бериша, Георгиев, Амаду и Будковский играли в атакующей линии. И Будковский как раз, собственно, на острие атаки. Наверняка испытывала и одна команда, и другая проблема в этой игре. Из-за качества газона. Вообще немножко странно об этом говорить. Применительно к самому южному городу на нашей футбольной карте. И к времени года. Все-таки разгар лета, а трава в таком неудовлетворительном состоянии. Но поле было для всех одинаковым. Конечно, на нем несколько сложнее созидать. И вообще первые матчи, собственно, ведь ЦСКА играл следом за «Зенитом», задали том восприятию всего первого тура. И очень хорошо, что это ощущение поменялось по ходу всего игрового дня. Потому как два первых матча закончились в ничью 0-0. И вот такое немножко гнетущее впечатление от старта чемпионата. Хороший момент был в этом эпизоде у ЦСКА для того, чтобы забить. Однако Белинов успел ногой сыграть. Ну и судьи зафиксировали положение в нигере. Конечно, ЦСКА гораздо больше мячом владел. Он неудачно сыграл на суперкубок. И дело здесь не только в результате, но и в футболе, который был показан командой Леонида Викторовича-Слуцкого в той встрече. Ну и вот старт уже в чемпионате страны. Еременко с острого угла наносит удар. Но мяч здесь уходит практически параллельно воротам. Много эпизодов у ЦСКА, таких близких к голевым. Хотя, в общем, сказать, что россыпь моментов была, наверное, неправильна. Это свойственно, наверное, многим российским клубам. Да что уж там, не только российским. Мы увидим совсем скоро, как будут ведущие клубы стран Европы входить в сезон. И тоже не увидим максимума с первых минут. Естественно, с самых первых матчей. Вкат в сезон. Входить в него нужно грамотно для того, чтобы не... Для того, чтобы правильно разложить силы по дистанции чемпионата. То, как ЦСКА начинал прошлый сезон, не должно вводить в заблуждение. Все-таки цель попасть в Лигу чемпионов диктовала такую форсированную подготовку. Одна из немногочисленных атак махачкалинской команды. Это Бериша с мячом играет направо. Отсюда следует передача защитника. И вот прекрасный момент для взятия ворот. Даже Игорь Кенфеев уже здесь ничего не мог поделать. Но Анжи в этом эпизоде не повезло. Мяч стукнулся сначала о газон, а потом в крестовину попал. Вот так, по сути, в первой серьезной достойной упоминания атаки, а точнее, контратаки махачкалинцы могли забить. 56-я минута у нас на секундомерец. ЦСКА идет вперед. Это уже Тошич после передачи Романа Еременко. Не сумел достаточно сильно поворотом пробить. И Белинов, конечно, с этим ударом справился. Еще один заброс штрафной на этот раз после стандарта. Мяч чуть-чуть перелетает через голову Игнашевича после подачи Алана Дзагоева. Еще один момент для армейцев. В конце матча стала, конечно, еще выше цена отдельно взятого эпизода. Цена гола. И поэтому здесь уже и махачкалинцев мы видим в довольно опасной атаке. Здесь Икинфеев прерывает передачу. Довольно опасную от Тегиева в штрафную. Ну, а главным эпизодом этой встречи стало, наверное, попадание Трауре в каркас ворот уже в самой концовке. Игры вот здесь могло все окончательно в сторону ЦСКА перевернуться. Однако Лосина Трауре забить здесь не сумел. Ему в данном эпизоде, можно, наверное, сказать, что не повезло. Ну и Белинов, конечно, сыграл просто великолепно. Продолжает ЦСКА наседать на чужие ворота. И вот выход Трауре и попадание его в штангу. Это то самое, о котором мы говорили, как о ключевом моменте этой встречи. И здесь ничья 0-0 в стартовом туре. Я хочу сказать, что команда ЦСКА Москва – это очень хорошая команда. И она в прошлом году выиграла чемпионат. И про нас этот результат из позбузуицы. Этот результат очень обещающий для будущего. Для вашего часа и дальших матчов. Показалось от Боровки, что во втором тайме ЦСКА как-то отдала инициативу. Не знаю, почему это произошло. Хотя после перерыва именно армейцы вышли на поле первыми. Тем самым показывая, что готовы биться и добиваться победы. Ну, наверное, не так. Я с вами не соглашусь. Первые минуты лучше провели хозяева. И у них был момент. Ну, пожалуй, единственный, да, стопроцентный момент. А дальше все-таки я считаю, что мы большую часть второго тайма контролируем ход встречи. Вот. Просто еще раз говорю, учитывая для нас большая неожиданность. Такое качество поля в первом туре. Да, поэтому здесь и та, и другая команда не могли пользоваться позиционными атаками. Поэтому складывалось ощущение периодически, что инициатива переходит от одной команды к другой. Еще один обладатель медалей. Серебряный призер прошлого сезона. Ростов в домашней все-таки игре, история эта известна, принимал Оренбург, новичка российской премьер-лиги. Ну, и вот что получилось здесь. Давайте сразу отметим, что между двумя играми с Индерлехтом вот этот стартовый тур с Оренбургом пришелся. И, конечно, для ростовчан важнейшие игры в главном Еврокубке сейчас, наверное, ну, понятное дело, имеют, конечно, колоссальное значение. Впрочем, это не значит, что с Оренбургом можно было как-то там играть в полноги. И, в общем-то, по составу этого совершенно не скажешь. Джанаев, Навос, Кудряшов, Новосельцев, Киреев, Терентьев играли в обороне. Ну, и, соответственно, в воротах Эзоталахи, Гацкан, Нобоа, Полос. Это группа полузащитников. И Сердар Азмун на острие атаки. Вот такой в состав Курбана Бердыева. С Оренбургом мы только-только знакомимся. Роберт Евдокимов возглавляет эту команду. В воротах Гутер играл полуяхтов Андреев, а его ли Малых в обороне. Афонин Шагенов – это два опорных полузащитника. Ефремов Воробьев – бомба в середине поля. И Саная на острие атаки. Мы привыкли к тому, что новички российской премьер-лиги на новом уровне смотрятся, в общем-то, довольно крепкими командами. И первый смотр Оренбурга в истории, вообще-то так, на секундочку, на столь высоком уровне команда прошла, в общем-то, в соответствии с этой традицией. Оренбург, может быть, не доминировал в игре, хотя свои шансы тоже имел. Он их искал, он пытался их поймать. И вот, в частности, удар довольно интересный в исполнении Романа Воробьева. Ростову не очень нравится играть против команд, которые против него играют так же, как Ростов сам играет против Гранда. В данном случае ведь Ростов – гранд для Оренбурга. А гости, собственно, от обороны плясали. И в контратаках несколько раз ростовчан подловить вполне могли. После того, как со счетом, с одинаковым счетом 0-0 закончилась игра бронзового призера и чемпиона, здесь тоже, в общем-то, до самого конца были нули. И таким образом все лауреаты прошлого года, вернее, этого года, но прошлого сезона, могли закончить встречи со своей стартовой с одинаковым счетом. Но все-таки удалось ростовчанам свой гол забить. До этой концовки мы еще доберемся. Ну, а вот опять у нас в кадре оренбуржцы в атаке. С фланга была подача и оттуда попытка пробить поворотом. Вот снова, именно правым краем атакуют гости и доставляют мяч до штрафной. Несвойственная ростовчанам ошибка перед своей штрафной площадкой, когда не разобрались два футболиста, кому здесь нужно было выбить мяч. И в итоге еще один удар по воротам со слона Джанаева состоялся. Подача в штрафную Оренбурга, казалось бы, выбивается мяч, но недалеко. На подборе оказываются хозяева. Нобуа забрасывает мяч в штрафную площадь, но это оказывается слишком сильно даже для Сесара Наваса. И тот до мяча добраться не сумел. Калачев появляется сразу после перерыва. Он заменил Саиды из Аталахи. И сразу же ушел, естественно, на правый фланг. Оттуда его прострел мы видели. Вот еще один угловой в исполнении ростовчан. Удар по воротам Александра Бухарова тоже, в общем, довольно опасно. Тимофей Калачев, баштуши Александр Бухаров. Это как раз те футболисты, которые вышли на замену. Ну а гол забили не они. Гол забил Иван Новосельцев. Можно сказать, что заковырял ворота Оренбурга ростов этот мяч. Но это на самом деле не имеет никакого значения. Да, там очень много народу было. И смотрите, как к главному тренеру сразу же побежала вся команда праздновать этот гол. Вообще, Курбан Бердыев на особом статусе в Ростове. Такой, получается, культ Курбана Бердыева практически в городе. В итоге, со счетом 1-0, Ростов одерживает победу в этой встрече. Ну и помог немножечко Владимир Полуяхов, который получает вторую желтую карточку в этой встрече практически сразу после пропущенного гола. И на этом все было решено. Курбан Бекевич, поздравляем вас. Тяжелый получился матч, очень сложный. Ожидали, что Оренбург даст бой сегодня? Нет, конечно, ожидали. И я ребятам сказал, что эта команда надолго прошла в премьер-либу. Потому что их состав опытный и знают, как играть. И достаточно талантливый тренер молодой. Поэтому мы ждали такой игры. Но в силу своих обстоятельств, состава, неупредоклистованного и плюс травмированной. И еще в уме держали матч в Андерлекте. Поэтому и делали определенные перестроения в составе. Ну, слава Аллаху, что все так получилось. В целом-то понятно, что Ростов там второе место занял. Понятно, что они играют в Лиге чемпионов. Наверное, они посильнее в целом-то. Но я сегодня доволен своей командой. Почему? Потому что сыграли строго, дисциплинированно. И сыграли в ростовский футбол. И практически ничего не дали сделать с игры. В принципе, у Ростова такой упрощенный и предсказуемый футбол. Который в целом-то им приносит хороший результат. Ну, я думаю, нам было легко сегодня в этом плане играть. Ну, и пропустить мы могли, наверное, только со стандарта. Потому что уж очень высокие у них ребята. Плюс есть наигранные моменты. Плюс блокируют очень жестко. При этом судья пропускает эти моменты. Тем не менее, Ростов заслужил победу. Они играли, наверное, лучше. А мы, как дебютанты, но сражались. Попытались что-то противопоставить. Что-то получилось, что-то нет. Но я уверяю, что в следующей игры мы будем играть сильнее. Теперь уже субботняя часть программы. Начиналась она на Урале. В Екатеринбурге Урал принимал Уфу. И в качестве главного тренера гостей приехал сюда Виктор Гончаренко. Который когда-то тренировал именно Урал. Впрочем, какой-то интриги дополнительной. Это противостояние не имело вот именно с этой точки зрения. Потому что, собственно, все было расставлено главными, в этом смысле, действующими лицами. Все акценты. И давайте уже непосредственно тогда к игре переходить. А перейти есть к чему. Довольно лихо Урал начал. И в самом начале сразу же получил очень важную подпитку. Он сыграл здорово в этой атаке Урал. Правым флангом на это стоит обратить внимание. Потому что Виктор Гончаренко после матча признавал, что провалились они именно слева в обороне. Отсюда приходила основная острота у хозяев. И отсюда именно пришел первый гол. Он был забит уже на пятой минуте. Роман Емельянов становится его автором. Красивейший мяч после прекрасной атаки. Ну и отметим здесь передачу Часам Белунгу. Здорово он на линию штрафной покатил мяч мимо всех уфимцев. И здесь уже Емельянову никто не мешал мяч обработать. И дальше просто-напросто уложить его. Да еще и так сильно под самую перекладину. Прекрасный гол. И 1-0 в пользу Урала в самом начале дебютного матча. Заболотный играл в воротах у Урала, Фонтанелла, Данцев, Панков, Кулаков, Новиков, Емельянов, Фидлер, Павленко, Лунгу и Павлюченко. Вот такой в состав был целиком. Роман Павлюченко и, собственно, Александр Павленко. Как раз те самые два футболиста, вокруг которых сейчас в атакующей игре, надо полагать, будет довольно много строиться. Ну и каждый из этих футболистов, конечно, с известной биографией. На них расчет в Урале довольно серьезный. Опять мы с вами смотрим атаку правым флангом в исполнении уральцев. На этот раз пас следует на Романа Павлюченко, но и тот не подводит своих болельщиков. Отправляет ударом в касание мяч в ворота голкипера Шелли. Денис Кулаков в данном случае ассистировал Роману Павлюченко. И опять отметим розыгрыш мяча. Очень быстрый, на коротке, с небольшим количеством касаний. Собственно, все в касании. Ну и удар сразу же без обработки. А как здесь можно было иначе. Шелли в воротах. Никитин, Дживоглядов, Васин и Сафрониди в обороне. У Уфы безденежных и ванок опорники. Марсинь Юстоцкий и Гбун под нападающим. И Кротов на острие атаки. Таков был состав Виктора Гончаренко на эту встречу. После перерыва Апавлюченко забил на 43-й минуте. В общем, ну и если не гол в раздевалку, то близко к этому. Сразу же начинает довольно активно Урал. Хотя казалось бы, что счет в его пользу. И можно было бы, наверное, в каком-то более сберегающем режиме сыграть. Но уральцы не стали этого делать. Наоборот, они давили, они пытались забить. И несколько моментов у воротшей лиги еще случилось. Опасный удар в ближний угол. Здесь вот мяч идет в створ. И здорово уже играет голкипер. Хотя из-под защитника удары скрытые от вратаря не очень приятно все это. Снова, кстати, в исполнении Романа Павлюченко. Отметим, что на старте сезона Роман себя проявил в этой конкретной встрече. Очень здорово. Уфа заиграла ближе, наверное, к концовке матча. В тот футбол, который... От нее ждут с приходом Гончаренко. Хотя по-прежнему... Хотя, наверное, не стоит ждать каких-то чудес сразу же. Виктор Гончаренко, естественно, сильный тренер. И мы знаем, как он работал в предыдущих своих клубах как главный тренер. И знаем о сезоне, проведенном в тренерском штабе ЦСКА. Но заиграть Уфе удалось в концовке встречи. Если бы вот здесь, например, был забит гол. Или в каком-нибудь из следующих эпизодов. Может быть, игра бы и подвисла. Но Уфе не удалось этого сделать. И камбэга не случилось. Тем более, что еще и пропустить могли. Вот в этом эпизоде прекрасный шанс для того, чтобы забить. Упустил Урал. Ну а вот красивая комбинация уфимцев, когда очень быстро двигается мяч. Подача следует штрафную площадь. Здесь скидка и удар практически в упор в исполнении Кротова. Но защитник играет самоотверженно. И мяч попадает в него. Два момента у Уфы в конце встречи для того, чтобы забить. Но нет забитых мячей. А Урал отправляется в контратаку. И в этом эпизоде зарабатывает штрафной. Ну вот еще раз этот момент, когда удар приходится в Фонтанелло. И далее Урал стремится убежать в контрнаступление. Уже компенсированное время до конца матча полторы минуты. Понятно, что исход здесь предрешен. Со счетом 2-0 Урал выигрывает в стартовом туре у Уфы. Наверное, Уфа наиграла на забитый мяч. Но тех моментов, которые у нее были, забить не хватило для того, чтобы забить. Пожалуй, вот главный итог этой встречи. Действительно, победа заслуженная. Конечно, мы работали над этими моментами. И нам хотелось именно игру в обороне поправить. Но нужно понимать, что это только начало сезона. Поэтому работы еще много. И есть вопросы шероховатости в оборонительных действиях, над которыми мы будем, безусловно, работать. Но что касается сегодняшней игры, то действительно, она была интересная. И у нас было очень много предпосылок к тому, чтобы забить и третий, и четвертый мяч. Но ребята молодцы. Выдержали план на игру. Я считаю, что заслуженно победили. И сейчас в хорошем тонусе будем готовиться к следующей игре. Ну, мы не справились с правым флангом атаки Урала. Хотя, понятно, что мне достаточно хорошо известны возможности Кулакова и того же Лунгу. Но проигрывая 2-0, мы пробовали что-то исправить во втором тайме. Какие-то варианты перестроения путем замены. Но, к сожалению, у нас пока не хватает должного уровня давления в защите соперника. То есть и доставки мячей в штрафную площадь. То есть мы перед штрафной площадью вроде как и неплохо действуем. Но доставки мячей в штрафную площадь нет. Московский «Спартак» в домашней игре против тульского «Арсенала» забил сам больше, чем все команды вместе взятые, которые выходили на поле до него. На открытие арене собралась довольно внушительная для этого времени года, для этой погоды. В московском регионе аудитория в 28 тысяч человек. Конечно, были и болельщики из Тулы. Ну и «Спартак» в общем своих фанатов порадовал. Крупной победой отметим, что совсем недавно «Спартак» провел матч Лиги Европы в удушающие 35 с лишним градусов в Кипрской Ларнаке. Ну и для старта у матча и вообще сезона, конечно, хуже не придумаешь. Условий было действительно очень тяжело. Первый момент в этой встрече создали тулики. Вот как это было. Удар Шевченко с близкого расстояния сумел заблокировать Артем Ребров. Но после этого «Спартак» взялся за дело уже у чужих ворот. Давайте смотреть, собственно, как забивался первый гол. Он состоялся довольно быстро на шестой минуте. Очень неплохая комбинация с участием всей группы «Атаки» из «Луиш» и «Промис» в ней поучаствовали. Ну и Жано Ананидзе, который забил очень красивый гол на Кипре. Забивает и здесь прекрасным ударом, обводящим под самую штангу. Красота. Ребро в воротах, бакетти «Тоски», «Кутепов», «Камбаров», «Ещенко». Это группа обороны. Жано, Зобнин, Глушаков, «Промис» в середине поля. Ну и Зе Луиш чистый нападающий. Единственный прекрасный мяч. Еще раз смотрим. Герус защищал ворота гостей. Денисов, Айдов, Беляев, Горбанец, Тесок в обороне. Бурмистров, Берхамов, Власов, Стеклов в полузащите. И Шевченко на острие «Атаки». Причем сказать, что «Арсенал» провалил игру, наверное, было бы не совсем правильно. Моментов возникало, в общем, не так мало для того, чтобы забить. Вот здесь Бурмистров не попал в ворота, а иначе мог состояться очень красивый гол после передачи с фланга. Он в касании бил. Снова Бурмистров простреливает штрафную. И здесь уже успевает кто-то из защитников, по-моему, это был Кутепов, опередить Шевченко чуть ли не в последний момент. Моменты в первом тайме, смотрите, 16-я минута всего-навсего. А у «Арсенала» уже три хороших шанса на то, чтобы забить. И здесь «Арсенал» играет великолепно. Не очень понятно, шел ли мяч в створ, но не вратарю задаваться таким вопросом. «Арсенал» вполне мог забивать еще по ходу первого тайма. И, может быть, даже не единожды. Поэтому атакующая игра команды Сергея Павлова не вызывала каких-то очень уж серьезных нареканий в первом тайме. Но на перерыв команды ушли при счете 2-0. Это признак, наверное, превосходства «Спартака» в классе. Те моменты, которые были у «Арсенала», не были реализованы. А у «Спартака» есть «Жано», который вот так вот взял на 34-й минуте и отправил мяч в ворота Геруса. Прекрасный удар. Третий гол «Жано» в двух матчах на старте этого сезона за московский «Спартак». И один, кстати, краше другого. Прекрасный удар по исполнению. 2-0. Здорово, кстати, здесь «Спартак» сыграл на чужой половине поля. Перехватив мяч, по-моему, Ещенко там отобрал его. И атака пошла уже непосредственно к чужим воротам. И вот «Зе Луиш» ассистирует «Жано». И тот укладывает мяч под самую штанну. 2-0. Преимущество «Спартака», наверное, уже достигает оно того значения, когда можно говорить о том, что сделана игра, называя вещи своими именами. Но мы ведь речь ведем о московском «Спартаке». И оборона по-прежнему для москвичей не является сильным звеном. И если бы один мяч «Арсенал» отыграл, кто его знает, как пошло бы. Но в этой встрече не было суждено «Арсеналу» забить. Более того, «Спартак» в начале второго тайма абсолютно все вопросы снимает. Прекрасная атака очередная на скорости в движении. Прекрасный пас здорово пропущен партнером. Камбаров накручивает защитника и выкладывает точно на ногу Квинси Промесу, который забивает третий гол в этой встрече. Ну и, соответственно, свой дебютный в этом сезоне. Наверное, «Арсенал» еще один пример того утверждения, что выходцы из футбольной национальной лиги будут навязывать борьбу многим, наверное, всем, так или иначе, в чемпионате России. И совсем-то уж легко с ними не будет. Тем более, что с «Арсеналом» Сергей Павлов работает, которого, в общем-то, как-то отдельно представлять нужды, наверное, никакой нет. Тренер огромного опыта и знает прекрасно, как команду готовить к сезону. Кстати, он говорил о том, что для старта чемпионата его команде даже хорошо, что играют они на выезде, что не будет каких-то сверх ожиданий от команды, тем более в игре со «Спартаком». Ну, а вот так «Квинси Промес» ставит точку в этой встрече. 4-0, два мяча сбивает «Джано», два мяча сбивает «Промес». И оба они возглавляют теперь, собственно, гонку бомбардиров. «Спартак» утолил жажду голов в первом туре. Ну, а, в общем-то, в дальнейшем мы ее особенно и не испытывали. И в этом убедимся совсем скоро. Ну, конечно, доволен Леонид Фидун стартовым матчем своей команды. Крупная победа. И «Спартак» лидер, пускай это пока и условность. Небольшие итоги игры, пожалуйста, Татуаса. Почему команда провела такие два разных тайма? Очень агрессивный первый тайм с большим количеством моментов, совсем другой второй тайм. Сходу по горячим следам сказать очень сложно. Надо подумать, проанализировать. Я тоже удивился, честно говоря. Потому что первых 10 минут я попросил в втором тайме придержать игру, а потом где-то на эти моменты, чтобы за счет гола вернуться в игру, так, спасти матч. Пропустили очень быстрый мяч. Причем, с такой словом, как и дисциплина была, напрочь отсутствовала в втором тайме. И, в общем-то, так, команда играла по ситуации, но никак не в командный футбол. Я думаю, что первый тайм был целостный. И ходы, и моменты, и, ну, соперник забил. Да, вопросов нет, можно аплодировать. Но там и у нас было моментов, как минимум, не меньше. То в втором тайме, я не знаю, или третий мяч сломал вообще веру, мне трудно, надо разобраться. В первую очередь, хотел бы поздравить спартаковских болельщиков с началом сезона. И очень была важна эта победа первая на нашем стадионе. Именно для них мы ее добились. Крупная победа. Но, знаете, в первом тайме, ту задачу, которую мы ставили, мы ставили задачу забить быстрый гол. В первые 15 минут у нас получилось это сделать. И затем немножко мы дали много пространства. И сопернику, и соперник этим начал пользоваться. Создавал такие опасные моменты, что мне не понравилось. И в перерыве я об этом ребятам сказал. И очень хорошо то, что мы забили в начале второго гола. Тайма, третий гол. И на этом, я считаю, что, в принципе, игра закончилась. Я думаю, что ребята уже думали об ответной игре в четверг. Мы отправляемся дальше. И следующая наша остановка – это Ахмат-арена в Грозном. Здесь, в первом туре Росгострах чемпионата России, Терек принимал крылья советов, которые, в общем-то, меняются. Да и в Тереке изменений немало. В этой встрече главное изменение Терека – это отсутствие Рашида Рахимова, который испытывает… по-прежнему чувствует себя не очень здорово. Температура, тяжелые довольно последствия у Тангина. И, соответственно, на этом матче его не было. И команда и руководил его помощник Игорь Лидях. Здесь со скамейки. Ну, а что касается матча, то получился он, наверное, таким, каким и должен был получиться. Ни Терек, ни крылья советов. В общем-то, в фестивальной игре особенно замечены никогда не были. Крылья вообще традиционно играют застегнутыми на все пуговицы. И шансами своими стараются дорожить, но при этом имеют их совсем немного. Но тут еще и травма мешалась в игру. Чочиев был вынужден выходить на поле в экстренном порядке после того, как Бруно получил повреждение. Городов защищал ворота у Терека, Родолфа, Семенов, Уциев, Плиев. В обороне Кен, Пирес, Грозов, Олег Иванов, Игорь Лебеденко и Балла. Играли у Терека с первых минут. Лория защищает ворота самарцев в этом матче. Консидалов, Таранов, Бату. Это тройка центральных защитников Яченко, Родич по флангам. Цалагов, Бруно, Башкиров, новичок. И Ткачев, также новичок в опорной зоне. И Яхович на острие атаки. Вот, собственно, один из ярчайших моментов этого матча. Прекрасный пас от Олега Иванова. И попытка Балла пробить по воротам. Попытка знатная. Но и здорово играет голкипер крыльев советов Лория. После этого углового Родонсу уже наносил удар. И ему здесь немного не повезло. Прыжок очень красивый. И удар, в общем-то, с отскоком от земли. Очень неприятный для вратаря. Там Башкиров, правда, был на штанге. И пойди мяч в створ, может быть, и справились бы крылья с этим эпизодом. Но все решилось в случае. Мяч прошел мимо. Ни одного удара крылья советов не нанесли в первом тайме. По воротам, естественно, не только в створ, а вообще даже в сторону ворот. Собственно, команда прежде всего думала о защите своих ворот. И счет 0-0, наверное, предполагал, что и во втором тайме игра пойдет приблизительно в том же ключе. Мне очень с большим трудом давались Тереку моменты в этой встрече, моменты в атакующей игре. Вот один из редких шансов, когда, в общем-то, на неплохой скорости идет атака. И передача в штрафной площади находит Грозова. И тот сразу же пытается пробить в дальний угол. Красивый, яркий момент. Но таких было совсем немного. 70-е, 69-е минута матча на секундомере. Естественно, что этот гол не засчитан. Грозов получает желтую карточку за удар после свистка. Ну, невозможно было не услышать здесь свисток. Все остановились, выключились из игры. И Грозов был, конечно, неправ в этой ситуации, пробив по мячу. Но эта традиция сработала. Даже если мяч не засчитан, но в воротах побывал, это значит, что он однажды побывает и будет забит по правилам. Так и случилось. И случилось это с 11-метровой отметки. 11-метровый не вызывает ни малейших вопросов. Давайте мы на повторе в этом убедимся. Подкат Шелдона Бату был здесь далеким, конечно, от идеального. Видно, как вылетает дерн из газона. Ну, а вот этот повтор убивает все сомнения. Грозов подходит. И Паненко ставил пенальти в его исполнении. 1-0. Терек выходит вперед за 15 минут до окончания этой встречи. Георгий Грозов еще по ходу прошлого сезона попадал в состав. Сейчас, наверное, это будет одна из главных фигур на шахматной доске Терека. По крайней мере, в атаке в начале сезона. Посмотрим, что получится. Терек нескольких игроков потерял, но и изменения в составе есть, в том числе и положительные. Появляются новые футболисты, а значит и надежда на то, что Терек будет продолжать развиваться и снова стремиться к задаче, которая, в общем, была актуальна для команды в прошлом сезоне. Это Еврокубки. Кстати, задача такая поставлена в этом сезоне уже официально и безо всяких оговорок. Последние шансы крылья ловят в атаке, но поймать так и не сумели. И со счетом 1-0 Терек в первом туре обыгрывает крылья. Ну, я думаю, что первые игры чемпионата всегда тяжелые. Ребята молодцы, выполнили план на игру, потому что мы так и думали. Мы будем владеть инициативой, контролировать мяч. Забили один гол, ну, зато выиграли. И это важно. А отсутствие главного тренера? Рашидову от пола сейчас сказывалось как-то или же... Всегда оно сказывается, когда нет главного тренера, естественно, сказывается. Но ребята молодцы, перебороли себя и показали все, на что они способны. Мы ограничили шансы Терека и создавали им большие достаточные сложности для того, чтобы они выходили в пустое пространство и что-то делали. Но со стороны нападения мы знали, это ничего неожиданного. Конечно, у нас были определенные сложности, поскольку в первые 20-25 минут мы потеряли сначала Яховича с травмой, потом еще других. Потом Бруно получил травму. И потом мы увидели то, что нам было очень сложно забивать голы. Не то, чтобы мы очень много шансов создавали, но я думаю, у нас тоже было несколько шансов забить. Следующий матч в нашем обзоре отправляет нас на стадион Центральный, в Казань, где Рубин принимал Амкар. Такой очень испанский Рубин, но в этой встрече имевший сразу семерых игроков из России в стартовом составе. Рыжиков, Устинов, Серхио Санчо, Старас Бурлак, Набиуллин, Ахметов, Цаткаш, Аздоев, Карадениз, Саму и Канунников. Вот такой состав казанской команды на эту встречу. Одна из самых, наверное, интригующих тем, это каким будет Рубин в этом сезоне. Слишком уж серьезно он меняется. Пригласил тренера, а командой сейчас руководит Хави Грасси, у которого репутация одного из самых оборонительных тренеров Испании по предыдущим. Вот он, кстати, на ваших экранах по предыдущим годам в Малаге. Ну а вообще-то в стартовом тайме лучше играл Амкар. Его состав Селиха в воротах. Георгий Джики, Петер Занев, Николай Зайцев, Брайан Идову, Ролан Гигалаев, Федор Агуде, Павел Камолов, Януш Гол, Чума Анене, Антон Шиндлер. Это эпизод, который серьезно стоит запомнить. Подкат Канунникова получается очень жестким под Занева. И желтую карточку получает здесь совершенно справедливо от арбитра этой встречи Вилкова, нападающий казанской командой. Вот еще один момент. Это снова Чума Анене наносит удар. Он говорит, что он не видел партнера, но и вряд ли мог разглядеть его, разве что ушами. И здесь он пробил. Ну а кто здесь нападающего может упрекнуть в том, что он в этой ситуации решил пробить? Фонфорвард ему за это деньги вообще-то платит. Подача еще одна в штрафную площадь. Снова Анене играет головой в этом эпизоде и наносит удар поворотом Рыжикова. Ну и лидер Рубина играет просто великолепно здесь в этом эпизоде. Здорово мяч забрал. Конечно, Грассии все это категорически не нравится. Несмотря на то, что у него репутация тренера оборонительного, но слишком уж много Рубин позволяет сопернику на своей половине поля. Вот смотрите, еще один момент прекрасный. На этот раз Ролан Гигалаев наносил удар и чуть-чуть не попал в дальний угол. То есть в том, что касается атакующей игры, наверное, здесь все ожидаемо для Рубина. А вот в обороне очень и очень серьезные проблемы. Ну и этих проблем становится еще больше ближе к концовке первого тайма. Впрочем, об этом мы поговорим. А пока давайте посмотрим, как Рубин пытался забить. Была подача в штрафную, но не удалось попасть в твор. А это желтая карточка за симуляцию. Она выносится к Канунникову, а это второе предупреждение. И, соответственно, красное. На 35-й минуте, за 55 минут до окончания встречи, Рубин остается в меньшинстве. То есть ему час еще пытаться взламывать оборону Амкара, имея на одного игрока в составе меньше. Вообще матч получается довольно богатым на предупреждение. Шесть желтых карточек предъявлено. В общем, довольно много. И совершенно, кстати, по-испански. Ну и что происходит в тайме втором? У Рубина на поле через 7 минут после возобновления игры появляется Джонатас. Он меняет Ахмедова. Дальше выходит Рубин Рочина вместо Самуэля. Это, в общем-то, все замены, направленные, конечно, на атаку. И Джонатас, и Рочина. Игроки атакующие. И Джонатас классический центр-форвард. Рочина, наверное, нападающий, скажем так, второй волны. Ну и Руслан Камболов появится еще в самой концовке. Но это произойдет уже на 85-й минуте. Рубин пытается убежать в контратаку. Гюкдениз Карадениз по своему флангу летит. Навешивает мяч на голову Джонатасу. Но первый удар поворотом у бразильца в России получается не самым опасным. Что касается замен Пермяков, то реагировал, конечно, на ситуацию здесь главный тренер команды. Гаджи Муслима, Гаджи Гаджиев, конечно, да. И Салугин появился, и Сергей Баланович на поле вышел. И Александр Милькович пытался Пермский клуб время от времени во втором тайме, контратакуя, искать свои моменты. И он находил свои моменты. Вот еще один удар. Наверное, уже не так остра эта ситуация, как в тайме первом. Но в Казани очень жарко было. Это тоже важный момент для этой игры. Хотя нельзя сказать, что она была медленной. И вообще матчи понедельника, матчи в Казани и в Краснодаре, до которого мы еще дойдем, это игры, которые изменили очень серьезно все впечатление о туре. Потому что суббота оказалась такой небогатой на голы и вообще на события. А вот воскресенье и понедельник уже, конечно, заставили нас даже признать, что мы по этому сезону, в общем-то, довольно серьезно соскучились. Игра веселая даже, несмотря на отсутствие голов. Очень приятно, приятные впечатления произвел Амгар. Такой взвешенной игрой, очень сбалансированный, организованный. Конечно, казанцы пытались до последних минут все-таки вырвать победу. На Жонатаса шли передачи регулярно, но зацепиться за мяч ему было не так-то просто. Это уже самый последний эпизод матча, когда забрасывается мяч в штрафную и ничего у казанцев здесь не получается. Справедливая, наверное, по итогу ничья 0-0 между Рубином и ММК. Я думаю, что в первые минуты, когда еще мы играли в равных составах, я думаю, что у нас было преимущество, а как раз соперник отошел назад. Посесион, который не generал очевидные случаи, но не было четких голевых моментов. И в этот момент, когда мы еще играли в равных составах, соперник два раза сделал опасных выводы и в тех моментах очень здорово выручил Сергей Рыжиков. Наши минуты в inferiority, я думаю, что у нас были в какой-то момент, с ременью, с ременью, с ременью, с ременью, с ременью, с ременью, с ременью. После удаления у нас был в первый момент у Ахмедова, у нас были моменты после того, как мы быстро переходили из обороны в атаку. И, несмотря на то, что у соперника было уже в тот момент численное преимущество, они, тем не менее, не рвались вперед, они также старались выжидать. И мы по ходу матча стали действовать так, как посчитали необходимым, старались использовать те моменты, которые у нас появлялись, старались надежно сыграть в обороне. В целом удовлетворены, потому что, с одной стороны, большинство, с другой, ничья в гостях. Вот чему вы больше придаете значение на этот файл? Я ни тому, ни другому не придаю значения. Я придаю значение, в каком состоянии мы находимся. Мне кажется, так неплохое состояние физическое, более-менее какие-то есть отлаженные действия. Но это касается главным образом обороны, за что мы и говорили до матча. А то, что касается атаки, то там слишком много, конечно, вот этих вот шероховатостей. Там вот вроде вышли в позицию, а пас там немножко неточный. Там еще игрок открывается в одну сторону, дают в другую. Ну, надо работать. Ну и завершает наш обзор игра между Краснодаром и Томью на стадионе Кубань. Здесь получилась крупная победа хозяев поля. Впрочем, наверное, это было предсказуемо. Крецу, к воротах Грандскфест, Сигурдсен, Калешин, Янжейчик в обороне у Краснодара. Измайлов, Газинский, Перейра. В середине поля и группа атаки Арис, Смолов и Мамаев у команды Олега Кононова. Валерий Петраков, один из мэтров наших тренерских, возглавляет сейчас томскую команду. Антон Коченко в воротах. Пульич, Дьяков, Бордачев и Кирилл Камбаров в защите. Тишкин, Голышев, Тен, Чуперко и Пугин в середине поля. И Самодин на острие атаки. Ну, в общем, Краснодар с первых минут довольно активно сразу же взялся за дело. Хотя тоже здесь не все так однозначно было. И изобилие моментов, в общем, не наблюдалось у краснодарской команды. Но со временем пришли они, пришли и голы. Вот удар Самодина с очень дальней дистанцией. Вряд ли здесь можно было серьезно рассчитывать на гол. Ну, а это неприятность для Краснодара в самом начале игры. Уже в самом начале сезона, скажем так, на 29-й минуте первого матча. Травму получает, в общем-то, практически на ровном месте. Марат Измайлов сразу же он захромал. И были вынуждены краснодарцы прибегнуть к замене. На поле появился Адил Ахмедов. И, ну, собственно, мы в ожидании информации о том, насколько это серьезная травма. И как много времени на восстановление потребуется Марату. Удар Юрия Газинского. Подготовлен был двумя ложными замахами. И очень красиво отправил в буфет здесь двух соперников. Но удар с левой ноги получился неточным. И не сильным, и не очень точным. Зато вот в этой атаке гол получился, что надо. И Перейра красиво забрасывает мяч на Ари. И тот великолепно разбирается. Ну, и Смолов играет на опережение. Прекрасный мяч. Разыгранный действительно очень здорово. Безо всякой фальши. Красивый момент. И со счетом 1-0 отправляются команды на перерыв. На 1-0 в пользу Краснодара. Еще раз смотрим, как здесь было сделано. Все на высоте. 1-0. Это еще фрагменты первого тайма, когда атакуют снова футболисты Краснодара. Уже в компенсированное время опасный момент. Здесь пропускает мяч между ногами Федор Смолов. Он был в положении вне игры, но мешал в данном случае вратарю Антону Коченкову. И судя здесь фиксирует пассивный, но все-таки офсайт. И этот мяч не засчитан. Это уже 55-я минута. Мы с вами отправляемся во второй тайм. Тонь подает угловой. И вместо опасного эпизода в чужие ворота получает опасный эпизод в свои. Смотрите, как Адил Ахмедов с мячом в ногах уходит от соперника. Павел Мамаев, наверное, никогда не сможет объяснить, что ему помешало здесь забить. Но показательно здесь, конечно, скорость, которую Ахмедов развивает на фланге. За ним стремится Артем Попов, полузащитник, вышший сразу после перерыва. Свежий, кстати, игрок. Но и Адил Ахмедов вышел за 15 минут до перерыва. Тоже, в общем, не успел наесться. Но скорость феноменальная. И как Мамаев не забил, это, конечно, загадка. Но не забил Мамаев, забьют другие. Арий великолепно исполняет удар головой через вышедшего немного из ворот Коченкова. И доводит преимущество своей команды до комфортного. 2-0. Это уже тот счет, который отыграть Тами у Краснодара в гостях, наверное, тяжело. Прекрасный заброс. Маурисио Перейра играет в этом эпизоде. Он начал первую голевую атаку. Он здесь радиоуправляемую абсолютно передачу отдал на Ари. И тот великолепным ударом забил. 2-0. В общем, сделана игра. И весь вопрос в том, сколько Краснодар забьет. Насколько он сейчас легок. Насколько он летуч. Насколько он уверен в себе. Ну и вот так Федор Смолов практически сразу после второго гола забивает третий. Как бы настраивая нас на том, что ох, сейчас у нас в последнем матче Тура будет настоящий десерт. Такой вот Наполеон практически. Но нет, Наполеон не вышла. И крупная победа Краснодара хоть и случилась, но с минимально крупным счетом 3-0. Впрочем, этого вполне достаточно. И, конечно, возникал вопрос, а забьет ли Краснодар столько же, сколько Спартак. А может быть, он забьет больше, и у нас поменяется лидер в самой концовке Тура. Но этого не случилось. Томичи пытались отыграть хотя бы один гол. Но, в общем, серьезных, таких вот реальных моментов для того, чтобы забить, по сути дела, у них не было в этой встрече. И, наверное, это тоже объяснимо. И Томь поменялась по сравнению с тем, что было в минувшем сезоне в ФНЛ. Ну и в премьер-лиге, конечно, задача основная – это не вылететь. Но мы видим, как команды умеют выходцы из первой лиги. Еще раз повторюсь, как они умеют навязывать борьбу. Наверное, Краснодару на выезде навязать эту борьбу гораздо сложнее. Конечно, домашние матчи – это те игры, где мячи будут набирать большую часть своих очков. Вот удар, например, с дальней дистанции в исполнении румына Эрика Бигфалви. Но удар не опасный. Концовка уже этой встречи 3-0. Достаточно комфортная победа Краснодара. Ну и команде хватает трех забитых мячей. Они не особенно рвутся забивать. Еще вот опять удар все того же Эрика. Он так вышел на замену довольно продуктивно. Но это Дмитрий Торбинский. И в концовке встречи еще один шанс у Краснодара все-таки был. Однако забить здесь не удалось. Но и без этого крупная победа – Краснодар второй по итогам первого тура в чемпионате России. Валерий Юрьевич, ну, к сожалению, неудачный для Вас результат. Но в целом подведите итог сегодняшнего матча. Ну, конечно, второй тайм. Может быть, по содержанию сыграли намного интереснее. Мы пропустили два мяча. Достаточно много ошибок. Но есть, наверное, какие-то моменты, которые, может, нужно обсуждать. Ну, после чего, как я сказал вначале, играли таким составом. Некоторые игроки у нас только приехали. Даже с нами не готовились, а приехали в Краснодар на игру. Поэтому какой-то такой игры, конечно, ждал, что будет лучше. Что могли бы сыграть намного содержательнее, интереснее и агрессивнее. Но не получилось сегодня. Олег Георгиевич, ну что ж, первый тур национального чемпионата. Зрители соскучились очень по победам, по забитым голам. Сегодня Вы им подарили это. Вообще, Ваши впечатления по поводу сегодняшнего матча? Первый тайм был очень сложный, потому что Тон играл очень насыщенно в обороне всей команды перед штрафной площадью. Поэтому, конечно, нам тяжело было. Но хорошо, что в концовке мы все-таки нашли свободную зону и провели хорошую атаку, забили. Второй тайм мы уже доминировали больше и появилось пространство, появилось пространство на половине поля соперника. И поэтому у нас были ряд атак, где мы довели еще до крупного и могли еще зато. Ну что ж, вот результаты этого тура. Ни в одном матче не было голов в исполнении обеих команд. Либо нули, либо победы. Причем победы исключительно хозяйские. Вот такой вот тренд этого тура, если угодно, как любит говорить коллега Геевич. Нам остается заглянуть в турнирную таблицу и убедиться, что пять команд, одержавшие победы, идут на первых пяти местах. Условная таблица, естественно, и, наверное, она условный вид будет иметь еще какое-то время. После пяти-семи туров, наверное, можно будет какие-то выводы делать. Впрочем, это будет уже по осени, и там будут и Еврокубки, там будет много всего. Арсенал и Томь, проигравшие крупнее остальных, здесь на последних двух местах. Но, опять же, это совсем не повод для каких-то итогов. Давайте заглянем в следующий тур. Вот полное расписание. 6, 7 и 8 августа пройдут матчи. Спасибо вам, что смотрели обзор первого тура «Росгострах» чемпионата России. Вместе с вами его смотрел Михаил Поленов. До скорой встречи. Болейте, болейте за своих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова